Новый благотворительный центр диагностики женской онкологии, он называется Белые Розы, сегодня открылся в московском регионе на 66-м километре МКАД рядом с метро Микинина. С апреля он заработает в полном объеме. За год бесплатное обследование смогут пройти около 30 тысяч женщин. Таких центров в стране уже семь. Они помогли спасти 10 тысяч человек. Обо всем подробнее Ольга Князева. Всего несколько кабинетов с высокоточным оборудованием и лучшими врачами. Спасение жизни начинается с диагностики. Скоро в этих стенах абсолютно бесплатно будут ставить или исключать непростой диагноз – женскую онкологию. Мамолог, узист, гинеколог и обязательно психолог. Специалистов в центр подбирали согласно не только профессиональным, но и человеческим качествам. Все для того, чтобы для женщины поход к онкологу стал обычным делом, ну, например, как визит к парикмахеру. Ведь есть одно простое правило – рак не может стать приговором, если его обнаружить на максимально ранних стадиях. Медицинский центр «Белая Роза» – проект благотворительного фонда Светланы Медведевой. На открытие приехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Хотя пациенток здесь ждут 1 апреля, запись на прием уже открыта. Медсестры в регистратуре объясняют – всего за три часа женщину осмотрят все необходимые специалисты. Нужно менталитет женщины обласкать, чтобы ей дать понять, что мы здесь вместе с ней делаем то же самое. Стараемся ради ее здоровья. Врачи центра на рентгеновском снимке не пропустят ни одного подозрительного пятнышка. Во время экскурсии по кабинетам директор рассказывает – важно вовремя обнаружить даже минимальный намек на опухоль. Тогда шанс вылечиться возрастает в разы. Женщина-мать, женщина-хранительница семейного очага. Женщина должна быть здорова. Здоровая женщина – здоровая нация. Благотворительный центр в московском регионе уже седьмой в России. Благовещенск, Архангельск, Санкт-Петербург. Результаты за пять лет женскую онкологию на ранних стадиях выявляют на 10% чаще. Врачи говорят, это начало победы над статистикой, согласно которой онкологов планово посещают лишь 30% женщин. Наша задача – произвести охват как можно большего количества женщин в пределах Подмосковья и Москвы, Московской области, чтобы пригласить их и за один день показать возможности центра, а также помочь им в выявлении ранних признаков заболевания. У каждой из этих женщин своя история болезни, которая благодаря помощи профессионалов превратилась в историю победы над недугом. За последние пять лет в подобных центрах вовремя узнали о диагнозе и вылечились. 10 тысяч пациенток, но гораздо важнее сухих цифр слова благодарности – от Петербурга до Владивостока. Я счастлива, что встретила такого врача, который поможет нам с мужем завести ребеночка, может быть даже и ни одного. Ольга Князева, Дмитрий Кочурин, Виктор Аверин и Нина Эшба. Первый канал.